Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за прошедшие сутки. В жутком ДТП под Ноябрьском погибли учителя из первой школы города Муравленко. Авария произошла 9 ноября около двух часов ночи на трассе Сургут-Салехард. Лада Веста влетела в восстановившийся грузовик. В госавтоинспекции Ноябрьское пояснили, что водитель отечественного авто не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость. Машина спешила в аэропорт. Две женщины, пассажирки легковушки, погибли на месте, а водитель находится в больнице. 8 ноября в поселке Тазовский пешеход не смог перейти на другую сторону улицы. Его сбил Лексус. По данным пресс-службы госавтоинспекции, Северянин перебегал дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, но не по зебре. Это и поспособствовало тому, что он угодил под колеса. Мужчину госпитализировали. Накануне вечером в Губкинском загорелся деревянный дом. Из квартиры первого этажа огонь перекинулся на крышу. Из горящего здания эвакуировали 44 человека, в том числе пятерых детей. Среди людей жертв и пострадавших нет. Огнем поврежден один подъезд. Сумма ущерба и причины пожара устанавливаются. Отмечу, этот дом признан аварийным. Его планировали расселить в следующем году. Глава Губкинского проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где решатся вопросы помощи погорельцам. 18-летний житель Салихарда пырнулся бутыльника ножом и теперь заключен под стражу. В следственном комитете рассказали, что в октябре этого года пьяные северяне поссорились и один ударил другого ножом в шею. Друзья потерпевшего пытались задержать злодея, но тот скрылся. Жертву вовремя доставили в больницу. Это спасло ему жизнь. Нападавший молодой человек уже не первый раз совершает подобное преступление. На данный момент следствие завершено и дело направлено в суд. Вторую неделю спасатели Ямала занимаются поисками тела погибшего оленевода. 30 октября тундровик из Ямальского района выехал из Чума на поиски оленей и не вернулся. Выяснилось, что мужчина переезжал на упряжке реку Сеха-Мутная, провалился под лед и погиб. Сотрудники Ямалспаса нашли живыми оленя и собаку утонувшего. Жительница Салихарда хотела заработать на сдаче квартиры, а в итоге сама лишилась денег. Объявление об аренде она разместила на бесплатном сайте. Там ее и нашли мошенники из Калужской области. Псевдоарендаторы позвонили с предложением внести залог за квартиру, но для этого попросили продиктовать номер банковской карты и трехзначный код с обратной стороны. Доверчивая женщина все сказала и лишилась 21 тысячи рублей, которые сразу списались с ее счета. Ямальская полиция поехала в Калугу и поймала подозреваемых в преступлении. Они находятся под подпиской о невыезде. В Салихарде женщина хотела купить три телефона и осталась без гаджетов и денег. В полиции рассказали, что северянка увидела в соцсетях заманчивое объявление о продаже дорогого телефона почти за 10 тысяч рублей. Продавец объяснил низкую цену товара тем, что гаджет хороший, просто конфискованный, и предложил покупательнице купить по акции сразу три телефона по цене двух. Жертва мошенников, не подозревая обмана, перевела 29 тысяч, но обещанных гаджетов так и не дождалась. Следственным отделом возбуждено уголовное дело. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательнее на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.